На Сморгонщине прошел единый день информирования. Информационно-пропагандистские группы встретились с трудовыми коллективами. С трудовым коллективом филиала номер 7 «Сморгонь-Силикат-Абетон» встретилась информационно-пропагандистская группа во главе с заместителем председателя райисполкома Татьяной Щеберяка. Вниманию присутствующих были предложены четыре темы. Заместитель начальника Сморгонского райотдела МЧС Николай Шиш рассказал про обеспечение безопасности детей в летний период. Было отмечено, что в нашей стране ежегодно констатируются факты гибели и травматизма детей. Цифры статистики детского травматизма не могут оставить равнодушными ни одного взрослого человека. От внешних причин ежегодно гибнут более ста детей. Отравление, дорожно-транспортное происшествие, проглатывание народных предметов, выпадение из окон, пожары. Это далеко не полный перечень ситуаций, которые могут привести к трагедии. В структуре всего детского травматизма бытовые травмы – самое распространенное явление. На их долю приходится около 70% всех несчастных случаев. Травматизм детей, особенно в раннем возрасте, во многом зависит от бдительности родителей. Для того, чтобы предупредить несчастные случаи, родители должны создать для ребенка травмобезопасную среду пребывания. Вторая тема встречи – ответственность за регистрацию на интернет-ресурсах, признанных экстремистскими, распространение экстремистских материалов в глобальной сети интернет. Начальник отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ОВД Сморгонского райисполкома Руслан Ткачев отметил, что список материалов, признанных экстремистскими, постоянно актуализируется, и с ним каждый гражданин может ознакомиться на сайте Министерства информации Республики Беларусь. За распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, предусмотрена административная ответственность согласно статье 19.11 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. В 2021 году к административной ответственности по указанной статье ОВД Гродненской области привлечено 57 граждан. О пагубной привычке табакокурения с трудовым коллективом беседовала заместитель главного врача Сморгонской ЦРБ Марина Хоружик. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, табакокурение является причиной 7 миллионов смертей ежегодно. Курильщики теряют около 18 лет потенциальной жизни. Табачный дым вызывает и обостряет многие болезни, действуя на весь организм. Продукты табачного происхождения вместе с другими канцерогенными веществами – главная причина возникновения онкологических заболеваний. По данным исследования, проведенного в 2020 году среди населения в возрасте от 18 до 69 лет, в Беларуси курит более 26% граждан. В Гродненской области данный показатель составляет 24,9%. Последняя тема встречи – культурное и природное наследие Беларуси как фактор развития туризма. В своем выступлении главный специалист отдела культуры райисполкома Марина Клуйша отметила, в Беларуси ежегодно разрабатываются новые туристические маршруты, обновляются прежние, делаются их переводы на разные языки. В целом по стране на данный момент насчитывается около 2000 маршрутов. В 2021 году на сайте Национального агентства по туризму был разработан маршрутизатор, с помощью которого каждый желающий может выстроить подходящий для себя маршрут путешествия с точками остановок, питания и отдыха. Развитие объектов туристической индустрии проводится во всех регионах Республики Беларусь. В частности, в 2021 году работы по строительству и реконструкции проводились на 54 объектах. Введены в эксплуатацию 18 объектов туристической индустрии.